Оперативное совещание в правительстве На этой неделе началось с самого главного, с самого важного С награждения англосаксо-депутата Джеффри Монсона Орденом Дружбы Народов За мужественное отстаивание прав детей Донбасса на занятия спортом Вот примерно такая была формулировка Ну как-то даже немножко было обидно за Джеффри Уильямовича Почему-то в этот раз Хабиров зажал столь щедро раздаваемый всем подряд орден Шаймуратова И выдал Джеффри Уильямовичу только лишь Орден Дружбы Народов и то регионального значения Но Джеффри Уильямович был рад и этой побрякушке Далее Хабирову с гордостью доложили, что во всероссийском зеленом рейтинге Республика Башкортостал заняла девятое место по качеству обращения твердокоммунальных отходов Я задумался, господи, что же творится тогда в тех регионах, которые там на 30-х, 80-х местах Вот в этом почетном рейтинге Там вообще коллапс Или просто их губернаторы в этот раз пожадничали и не купили себе место повыше в этом рейтинге Ведь на почетное место в числе 10 лучших регионов в Российской Федерации Не повлияло, например, даже то, что у миллионной Уфы, по сути, нет легитимного законного мусорного полигона То, что в Черкасах давно уже выработало свой ресурс и там какие-то фильки на грамотные продления права на эксплуатацию То, что, например, в Бирске мусор из города вывозят в соседние леса и там бросают Это тоже никак на этот рейтинг не повлияло Ну, как говорится, рейтинги наше все А еще башкирские власти почему-то свято верят, что уже сейчас 55% жителей Башкирии сортируют свой мусор Более того, к 2027 году сортировка мусора и переработка пересортированного мусора в Башкирии составит по убеждению этих же самых властей 100% Вот такие вот радужные результаты и рейтинги по поводу мусорной реформы Напоминаем вам о необходимости помогать нашему каналу Это можно делать при помощи лайков, это можно делать комментариями Обязательно подпишитесь на наш канал в Ютьюбе, в Телеграм-канале и даже в Яндекс.Дзене А еще напоминаю вам, дорогие наши подписчики и зрители, что канал «Открытая политика» существует исключительно на ваши пожертвования Сделать пожертвования и помощь оказать нашему каналу можно только через расчетный счет, который мы вам указываем А еще у нас есть QR-код, который несколько облегчает процесс пожертвования денег Заранее благодарим вас за каждый ваш трудовой рубль В этот раз решили не игнорировать оперативную ситуацию в регионе и заслушали министров по порядку Ирина Голованова изо всех сил старалась придать радужность своему докладу А Хабиров очень старался ей верить Отгоняя мрачные мысли и отвергая всякие грязные слухи, распространяемые лжецами и негодяями Голованова тщательно подбирала слова и термины Так, чтобы тревожные факты казались, ну, какими-то незначительными случайностями Например, взрыв котельной в Аскинском районе был назван разрушением котла А вот о гибели человека при этом взрыве вовсе не сообщалось Ну, подумаешь, погиб человек, не дочитал до конца паспорт готовности котельной И, как говорится, переместился на тот свет Мелочи, и говорить об этом нет смысла Ни слова не сказала Ирина Александровна, например, о прорыве канализации на улице округа Галли 5 декабря А вот про фекальный бассейн для иномарок на проспекте Салавата Юлаева уже 6 декабря Она, конечно, обмолвилась, но в таком легком ключе, что человеку непосвященному Может показаться, что это какая-то совершенно незначительная мелкая авария, которая длилась-то всего 30 минут Ну, по крайней мере, так утверждает Голованова Ну, Хабиров или правда ей поверил, или умело сделал вид, что он ей верит Ну, как-то вот понравилась ему такая постановка вопроса, такие формулировки Ну, подумаешь, что-то где-то там чуть-чуть надорвалось, чуть-чуть, значит, там котел какой-то треснул Не беда Правда, Хабиров строго напомнил Головановой, что мы ни от чего не застрахованы Он прям так сказал Ну, и что нельзя, конечно же, терять бдительности Министр транспорта и дорожного строительства традиционно ничего не говорил про дороги Сообщил, что количество ДТП в республике Башкортостан упорно превышает показатель прошлого года Но зато количество погибших вот в этих ДТП на 25 человек меньше, чем в прошлом году за тот же период Ну, и, суть по всему, благодаря чрезвычайным, феноменальным способностям господина Колебанова К арифметике, к умению вычеркнуть там не свои жертвы из списка этих погибших Ну, вот не знаю, что происходит, но количество ДТП растет, количество погибших в них падает Опровергая всякие законы математики, логики и пропорции А вот новоиспеченный начальник комитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов Докладывая о ситуации в республике, невольно спалил Иену Голованову Сообщив, что только за неделю на горячей линии МЧС поступило более 1700 звонков Об отключении тепла и электричества в республике Ну, что явно несколько омрачает ту радужную картинку, которую рисовала Голованова Сообщив, например, что всего за ту же самую отчетную неделю В республике было всего 4 аварии с отключением ресурсов ЖКХ более чем на 8 часов Ну, совсем немножко, по всей Башкирии всего 4, откуда взялись 1700 звонков Ну, тут, конечно, Кирилл Первов немножко подставил свою коллегу Также Кирилл Первов сообщил о том, что в Башкирию На нашу холодную, но гостеприимную землю Башкортостана Прибыли очередные 20 беженцев из Донбасса Кстати говоря, ни один беженец из Палестины Так и не сделал выбор в пользу Уфы вместо газа И так и не прибыл сюда к нам спасаться от зловредных израильтян Так что вот пока обходимся беженцами из Донбасса Да и то 20 человек Вы не поверите, но дальше речь зашла опять о подготовке к Новому году Напомню, ровно половину предыдущей оперативки Команда Х и Хабиров потратили на обсуждение вопроса готовности к Новому году И теперь снова начали обсуждать этот же вопрос Слушая, с какой тревогой Хабиров говорит о важности подготовки народного хозяйства К празднованию прихода очередной календарной даты Я понял, что Радий Фаритович от чего-то очень боится этих новогодних каникул Он, во-первых, настрого запретил своим подчиненным устраивать разухабистые корпоративы с блэкджеком и шлюхами С горами угощений, как он выразился, за бюджетный счет Причем, как он сказал, как в прошлый раз С отвращением Хабиров отверг и сатанинские обычаи запускать фейерверки в Новый год И категорически не рекомендовал никому это делать В связи с тем, что в стране идет СВО Связь, конечно, прямо скажем, непрямая между этими причинами и следствиями Но надо отметить, что прозорливый Мавлиев отказался от салюта еще на прошлой неделе Ну да бог с ним с салютом Ну а потом министры здравоохранения, ЖКХ, транспорта и даже экологии Хором стали уверять встревоженного губернатора, что все будет хорошо Никаких корпоративов, кстати говоря, они так и не планировали Ни со стрельбой, ни без стрельбы Медицина будет на чеку В любой момент медицина окажет помощь отравившимся салатом Оливье В любой точке республики Башкортостан По всем городам в новогодние каникулы будут дежурить трезвые И отзывчивые труженики коммунальной сферы В любой момент готовые убрать снег, мусор, перевезти старушку через улицу Ну в общем Голованова там заливалась соловьем Все, говорит Радий Фаридович, будет тип-топ Немного подкачал Клебанов опять Ну не подумав, видимо, что может огорчить встревоженного и впечатлительного башлыка Александр Владимирович ляпнул, что в каникулы транспорт будет ходить по сокращенному графику А вот после 20.00 и вовсе ходить не будет Все эти 10 дней Ну Хабиров на такую ерунду даже внимания не стал обращать Явно встревоженный какими-то более страшными Какими-то, пожалуй, что мистическими последствиями Нового года Которые его подсознательно угнетают Выслушав министров, Хабиров мрачно подытожил Дескать, будем считать, что к Новому году подготовились А как оно будет на самом деле, судьба нам покажет Через 2-3 недели, как-то мрачно так резюмировал Хабиров То есть он что-то от судьбы такое нехорошее ждет Я так и не понял, что гнетет дорогого Радия Фаридовича Может быть он плохо себя вел в этом уходящем году И дедушка Мороз из Кремля уже прислал ему черную метку вместо подарка Ну есть такое предположение Но, как говорится, это все не точно Будем ждать указаний перста судьбы Ну и вместе с дорогим Радия Фаридовичем Поймем, что же эта судьба нам преподнесет Через 2-3 недели Под конец оперативного совещания Заслушали доклад директрисы комитета по делам ЮНЕСКО Республики Башкортостан Ну, я тоже не знал, как и вы, наверное, что у нас есть такое ведомство Оказывается, оно в Башкирии есть И руководит им некая Элина Гатаулина К моему удивлению, из доклада фрау Гатаулиной Стало понятно, что Башкортостан не просто активно сотрудничает С одной из самых именитых англосаксонских международных организаций Действующей по всему миру под прикрытием ООН Ну и то, что организация ЮНЕСКО, имеющая, кстати говоря, штаб-квартиру В богомерзком и развращенном до нельзя абортами Париже Так вот, эта организация раскинула в Башкортостане целую сеть влияния и внедрения Причем внедрение неутвержденных до сих пор РПЦ идеи и принципов Вот в чем вся опасность Эта самая United National Education Scientific and Cultural Organization Так она называется на самом деле Уже ассоциировалась с 39 школами в Башкортостане Организовала 19 клубов бездуховности и даже имеет 2 кафедры в учебных заведениях Куда смотрят бдительные блюстители нравственности, любви к родине и защита скреп из числа, например, башкирских музейных работников Совершенно непонятно Ведь это самое ЮНЕСКО Под предводительством, страшно сказать, немца Микаэля Вербса и француженки Одрия Азули Того и гляди, внесет в свой богомерзкий список всемирного наследия наш с вами родной Шульганташ, Шиханы и Янгантау Тогда все, пиши пропало Из этого списка, как известно, обратного пути в православие нет Завершила свой доклад Фройлен Гатаулина и вовсе предложением создать очередной геопарк Геопарк теперь уже в Белорецком районе, да еще и в небюджетные деньги Тут напрашивается вопрос У добросовестных и честных россиян денег на геопарки нет На чьи же деньги собирается устраивать там геопарк Фройлен Гатаулина? Уж не на деньги ли Ротшильдов или, не дай бог, каких-нибудь прочих богомерзких миллиардеров из-за рубежа? Не знаю Но надо отдать должное Хабирову Он очень вовремя распознал, как далеко просунулись вот эти франко-нормандские щупальца ЮНЕСКО И бдительный хранитель башкирских богатств природы Ради Фаритович весьма уклончиво ответил мадемуазель Гатаулиной Дескать, надо бы нам еще разобраться, куда нам этот геопарк, как говорится, впился Зачем он нам нужен? И что мы с этого будем иметь? Молодец Хабиров Вовремя понял, что геопарков насоздавалась уже тьма-тьмущая Толку никакого браконьерства и добыча полезных ископаемых там так и продолжались, как и раньше А геопарки, они только именуются геопарками В общем, пресек инициативу франко-нормандской организации Хабиров Ну, от греха подальше на этом решили оперативку и завершить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова